Привет! Журналисты дни августа бронят обыкновенно, и причина проста. Нет сколько-нибудь заметных событий. Не то нынешний август. Наконец-то операция, над которой наши вооруженные силы трудились уже больше года, успешно завершилась. Солдатики почетного караула, охраняющие парадный подъезд резиденции Керсти Кальюлайт, больше не красуются в парадной форме. Теперь их сложнее рассмотреть на фоне здания, поскольку их одели в форму полевую. И то правда. Президента, высшего начальника гособороны, должны охранять в любую минуту готовые к обороне воины. А то стояли сегодня мы, как на параде. Если вы думаете, что вся эта операция с переодеванием Ать-2 и готова, так вы жестоко промахиваетесь. Цифровой камуфляж в дигитализованной стране ввели, не поверите, с целью уменьшить административную нагрузку и сосредоточиться на повышении уровня боевой готовности? Так поясняет командир армейской пресс-службы Карата. И это никак не связано с экономией финансов, говорит пресс-начальник. Сэкономили они, вероятно, чуть раньше на юбках для воинов прекрасного пола. Армейские специалисты решили, что с этого года лучшая и красивейшая часть вооруженных сил будет маршировать в брюках. А юбки – это в воинском обиходе лишнее. Над сменой прикида почетного караула умные головы думали полтора года. И вот, наконец, добились-таки результата. А вот кого придется охранять за камуфлированным воином, пока не очень ясно. Политики после воцарения в кадре Орге Керсти Калиулайт возмущались. Дескать, выборы президента у нас напоминают фарс, поэтому систему надо менять. Но за пять лет не смогли ничего придумать. Надо бы их в армию на стажировку отправить. По закону президента должен избирать Риги Когу. Не получится у парламента, голосование перемещается в собрание выборщиков. Нынешние правительственные партии только что на Библии не клялись. Так они горели желанием избрать президента в Риге Когу. Но мы примерно знаем, сколько чего в базарный день стоят их клятвенные обещания. Похоже, партия реформ решила сорвать выборы в парламенте. И, возможно, они хотят перевести голосование в собрание выборщиков. А там они могут выставить кандидатом в президенты Керсти Калиулайт. На первый взгляд, конструкция маловероятная. Потому что центристы не будут за нее голосовать. Но тут есть один неотвеченный вопрос. Примерно месяц тому назад председатель партии ЭКРА Мартин Хельме ни с того ни с сего сходил в Кадриорг. По итогам посещения этой, по словам старшего Хельме, перевозбужденной женщины была опубликована фотография довольной президентки в компании с некриво улыбающимся Мартином Хельме. Вразумительной информации об итогах встречи не было. Поэтому на юбилейной вечеринке журнала «Кроника» Мартина подловила журналистка и спросила, что же это была за аудиенция. «Очень дружественная», – ответил Мартин Хельме. «И вот можно гадать, а можно предположить, что президентские политтехнологи предусмотрели возможный выход Керсти в финал президентского многоборья, и там ЭКРИСТ обещали ее поддержать. И тогда ее изберут, даже если центристы не проголосуют». Но тут встает вопрос. А какие такие коврижки обещаны ЭКРИСТу? А пока получается, что реформисты на пару с центристами сделали из президента Академии наук Соумера клоуна. Прошелся по ковру и оказался не ко двору. Тарма Соумера полгода мотается по стране, встречается с важными людьми в городах и весях, разговаривает с их начальниками, которые будут выборщиками в заключительной серии драмеди «Проход Керсти Калью лайт-президента через черный ход Риги Когу», которую срежиссировали партийные бонзы пять лет назад. Деловая газета «Эрепяев» прямо в редакционной статье требует прекратить буфонаду. Ее обозреватель Урмас Ягант выстроил интересную цепочку, в которой по поводу неудачи с кандидатом Соумера центристы кивают на реформистов, реформисты – на исамасцев, а исамасцы с адсдемами – на коалицию, то есть реформистов с центристами. Каю Кала спрашивает корреспондент еженедельника Малехт, сколько голосов было у реформистов за Соумера. А у нас, говорит, судили, редили, были и за, и против. То есть начальник партии выдвигает кандидатуру, которую согласовывают с партийной верхушкой, а партийная середина или бывшая верхушка саботирует инициативу своего начальника. Это лишнее свидетельство того, что Кая не рулит партией, и что же тогда говорить о штурвале государства? Ну и да, если Соумера не прошел собеседование во фракциях, то ведь вполне может быть, что уровень партийных собеседователей не соответствовал интеллектуальному уровню собеседуемого. Если посмотреть на президентуру соседних Латвии и Литвы, то там все много проще. В Латвии президент выбирает парламент. Он или она должен получить 51% голосов. Не получает – голосует снова и с возможностью выдвигать новых кандидатов. А в Литве и того проще. Первое лицо выбирают на основе всеобщего равного и прямого избирательного права все граждане республики. Почему бы в Стунии не последовать примеру соседей? И если уж никак не договориться о всеобщих выборах президента, то, возможно, это и есть дополнительная гирька на чашу весов сторонников ликвидации института президентства как такового. А пока суть да без дела. Канцелярия еще действующей президентки Калью Лайт не просиживает стулья. Она ведет предвыборную кампанию с использованием, я бы сказал, административного ресурса. И ни одна комиссия по использованию денег в личных целях, никакой госконтроль почему-то не ставит ей в укор употребление этого самого ресурса. Последнее случайное совпадение – ее поездка в Японию во время Олимпийских игр. Даже Кая Каллас воздержалась от такого пиар-вояжа во время непростой эпидемической и политической ситуации в стране. Газета «Голос кадриорга» в народе ее еще называют «ыхтулехт». Чем ближе президентский выбор, тем активнее навязывает нам кандидатуру Калью Лайт. Так 9 августа редакция помещает огромное комплементарное интервью Калью Лайт с двумя портретами. Один вид спереди с копией олимпийского факела и еще один вид сзади с эстонским флагом. И в тот же день, в той же газете, в редакционной заметке, восклицание. Неужто центристы даже ценой провала президентских выборов останутся верными себе и не согласятся с тем, что Керсти Калью Лайт должна остаться на второй срок? И уже 11 августа снова в главном материале номера редакционной статьи нам бездоказательно сообщают, что если провести всенародный опрос, то, к удивлению политиков, многие люди будут совсем не против второго срока Калью Лайт. Так что надо пойти навстречу народу. Хотя никакого опроса не было. Но если долго выдавать желаемое за действительное, глядишь, люди таки и поверят. Мне такая ненавязчивая журналистика напоминает неславные советские годы. Под Калью Лайт заточены почти все ресурсы медиамагната Луйка, а он, как правило, знает, в какой плошке лежит сметана. И здесь нельзя не сказать пару слов о легендарной эмпатии нынешней президентки, которая с народом. С народом бегает, с народом катается на велосипеде и на коньках, с народом поет и танцует. А вот не последний социал-демократ Ханес Рум сравнил нашу президента, страшно подумать, с российским. В России президент Путин после первой волны пандемии учредил новый орден имени основоположника русской военно-полевой хирургии Пирогова. И в день медицинского работника удостоил этого ордена 1805 медработников за огромный вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм. А у нас, пишет Рум, президентка вместо признания как бы отметила, что для тех, кто у нас обуздывает кризис, есть зря плата, в которую входят и публичные издевательства. Калью Лайт отметила государственными знаками отличия 152 человека, среди которых были 5 медиков. Зато она лично отвезла в Японию орденок начальнику тамошнего города Саку. Кроме того, что мы днем с огнем ищем кандидата в президенты, у нас еще и вакцинация хромает на обе ноги. Но премьерка Каллас уверена, что государство ни в коем случае не станет платить людям за то, что они вакцинировались. Или там наделять их ваучерами. И это правильно. Постоянно тестировать представителей группы риска, лечить заразившихся в больницах, оплачивать им послековидные, больничные. На это государство деньги найдет. Насколько это будет дороже, чем за небольшой презент уговорить вакцинироваться тех, кто еще не совсем готов прививаться, это уже высшая математика. Но наша премьера, она по образованию не математик, а юрист. Есть у нас еще один хороший юрист по тому же профилю, называется Урмас Рейнселу. Из Санчо Пансе, бывшего премьера парца, он вырос в неоднократного министра, сейчас, правда, бывшего. А нынче он кандидат на пост таллинского городского головы от партии ИСАМА. «Таллинн должен быть городом, в котором высоко ценится эстонский настрой, эстонский язык и безупречное ведение дел», – провозгласил Рейнселу. Это значит, что до сих пор в Таллине плевали на эстонский дух, эстонский язык и хозяйствовали бесчестно. И точно. Дальше претендент на мерзкое кресло прямо заявляет. 20 лет столице управляли в прорусском духе. То есть в столице строили прорусское рейдите, прорусские межквартальные дороги, ремонтировали и прокладывали прорусскую канализацию, и прорусские освещали город новыми экономными светильниками. С этим надо как-то бороться. И что предлагает нам ИСАМА для преодоления всего этого безобразия? А ввести должность вице-мэра по эстонскому языку. И это не шутка. Самая главная проблема в столице Эстонии – нехватка высокопоставленного чиновника по госязыку. Именно этот революционный шаг решит все муниципальные проблемы столицы, включая развитие новых районов, ремонт и реконструкцию всевозможных коммуникаций, и заодно дальнейшее озеленение города. Потому что его нынешнее прорусское руководство представляет угрозу для безопасности Эстонии. Так прямо и режет правду матку Рейнселу специалист по местным коммунально-политическим проблемам. Тут надо обратить внимание на административно-политическую импотенцию партии ИСАМА и ее видного представителя Рейнселу. Заключается она в том, что ничего нового за три десятка лет нашей независимости они придумать не смогли. И развернули сегодня старый замызганный лозунг «Очистим площадку», изобретенный на заре Второй Республики Мартом Ларом. Три десятка лет тому этот девиз предполагал очищение властных коридоров страны от коммунистов, среди которых были как русские, так и эстонцы, которых было больше, чем русских. Но и сама нового разлива выставляет этот слоган «Исключительно против русских». Эта партия уже который год испытывает неимоверные трудности с преодолением 5-процентного барьера. И каждый раз перед любыми очередными выборами она предпринимает последнюю попытку вытащить из обтерханного рукава русскую карту. А на ее рубашке все та же старая угроза национальной безопасности. И каждый раз эта карта помогает им переползти заветную планку. А это характеризует не только партию и сама, но и общество, которое с удовольствием заглатывает националистическую наживку. И странно-то как, ни один ресурс, ни одно СМИ, насколько я помню, может не все просмотрел, не отметило, что в 21 веке в стране, называющей себя демократической, официально зарегистрированной, то есть одобренная государством партия, публично призывает к очистке местной власти от муниципальных политиков неправильной национальности. Мысль, конечно, интересная, но глуповатая. Даже и кристы-националисты поступили умнее. Они, по словам Марта Хельми, подобно Наполеону, собирают всю свою гвардию под крепостными стенами Таллина, чтобы завоевать его. То есть выбить из города кого? Все тех же русских. Как эти гвардейцы поступят с пленными в случае победы? Страшно подумать. Депутат Евгений Осиновский, один из немногих государственно мыслящих политиков в стране, называла Кристоф, если я правильно помню, протофашистами. И тогда, и сама, с ее ксенофобской риторикой, по этой же логике должна быть определена, как мне кажется, постмодернистским фашизмом. При других обстоятельствах, я бы сказал, запасаемся попкорном и садимся поудобнее в креслах и на диванах, понаблюдать за внедрением и самарских призывов в жизнь. Но какие уж тут диванные удовольствия, когда того и гляди, возникнет ажиотажный спрос на длинное холодное оружие. Помните ночь длинных ножей в Германии в 1934 году? И здесь очень кстати будет старый анекдот о скромных надеждах сторонников Исама, Экре и им подобных. Урмас! Ты слышал? Русские полетели на Луну. Все? Пока! Субтитры создавал DimaTorzok